Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон и добро пожаловать в первую серию создания сборок! Да, ребята, я уже давно вам говорил, я уже устраивал опросы и, в принципе, многие люди даже были за, потому что я, ребята, с вами согласен. Не каждый может знать, как устанавливать сборку, как её собирать и что делать, чтобы она работала. Поэтому, ребята, я не знаю, делает ли кто-то ещё вот так, может, есть какие-то ютуберы, но, мне кажется, я, наверное, один из первых, кто создаёт специально сборки на заказ для своих подписчиков, чтобы упростить им игру в тот же Майнкрафт. Потому что я замечаю, что многие люди хотят поиграть в него, но не получается, потому что не знают, как собирать сборки, то ли не работают, то ли потом ещё спрашивают Эдисон, как установить, что сделать. И если у вас есть друзья, которые не знают, как установить сборки, если вы не знаете, как установить сборки, если у меня будут ещё спрашивать Эдисон, как установить сборки, то просто-напросто нужно скидывать им вот это видео, где всё прям по пальцах, по пальцах, по пальцах объясняется, как же устанавливается сборка. И, ребята, сейчас я буду делать обзор, и обзор, как же установить нашу первую сборку. Это сборка шестого сезона с модом Pixelmon, а точнее Pixelmon версии 4.0.6 на версию Майнкрафта 1.8.0. Поэтому, ребята, давайте поехали! А перед тем, как объяснять, как же установить эту сборку, что с ней сделать, я бы хотел рассмотреть, какие же моды присутствуют в этой сборке. Первый мод это Doggy Talents. Он добавляет такую миленькую собачку, которую можно призвать сразу в начале игры, потому что вам выдаётся один бесплатный итем, вы можете качать ей умения и можете давать ей задания, и она будет долго и верно вам служить. Второй мод и третий мод это совместимые моды, это Трикопитейтер. Сам Трикопитейтер и дополнение к нему. То есть вы можете намного проще справляться с деревьями, которые будут вам служить в дальнейшем, и не нужно сидеть в лесу несколько часов и дубасить, дубасить, дубасить деревья. Всё, что вам нужно, это подойди, хренахнуть один раз, и всё дерево посыпется. Третий мод это Backpacks. Я думаю, все знают, что это за мод, добавляет рюкзачки, в которых можно удобно хранить вещи, которые уже вываливаются у вас с инвентаря. Четвёртый мод это Custom NPS. Тоже многие, наверное, знают, что это за мод. Это мод, с помощью которого можно создавать NPS в игре. Кто смотрит мои сезоны с модом Pixelmon, тот, наверное, уже видел, что мы создаём с помощью этого мода кучу NPS, продавцов, с помощью которых мы просто-напросто торгуем, барыжем. И, если честно, это очень полезный мод и очень прикольный, потому что можно настроить NPS как только вам угодно. Следующий мод это Enchanting Plus. Это тот же стол зачарования, но намного упрощённый, где вы можете выбирать, что вы хотите зачарить на свою пушку. То есть не рандомные эффекты, а то, что вам именно нужно. Следующий мод это Iron Chest, который добавляет различные сундуки, в которых большая вместимость, которые красивее, железные, алмазные и многие другие. И, если честно, очень полезный мод, потому что не нужно создавать какие-то огромные склады, где у вас будут заполненные кучи сундуков, а просто-напросто создал один алмазный, поставил и хватит, я не знаю, на сколько там вещей намного. Дальше. Ещё один мод это Mouse, извиняюсь, Twix. Ну, он упрощает сортировку того же инвентаря, где нужно просто нажать Shift, точнее сажать его и просто-напросто вводить мышкой. И всё, куда вам нужно, это всё перемещается намного проще, чем каждый раз клацать, клацать, клацать мышкой на какой-то либо предмет. Дальше. Дальше у нас идёт мод Mr. Clive Fish Furniture. Это мод добавляет мебель и различные другие приборы в игру. Я не нашёл ни библиокрафт, ни другие какие-то моды на эту версию Майнкрафта, то есть на 1.8.0. Может, где-то они существуют, может, они только находятся в разработке, но всё, что я нашёл, это такие же моды, только на предыдущей версии. Единственный мод на декор и на мебель я нашёл это вот этот. В принципе, это только декор, холодильники, микроволновки, печки декоративные и многое другое может вам пригодиться в создании дома вашей мечты. Дальше мод это, конечно же, Pixelmon версии 4.0.6. Я не вижу смысла объяснять, что это за мод. Мод это мод на покемонов. Скачайте и просто наслаждайтесь миром покемонов. Дальше мод это у нас Shaders Mod. Мод на шейдеры, которые добавляют больше, я не знаю, красочности в мир Майнкрафта. Также в этом, в этой сборке уже идёт дополнительный мод. Это мод на шейдеры, даже не один вроде мод, а несколько модов вы можете просто-напросто выбрать, если у вас, конечно, тянет шейдер и компьютер. Это уже зависит, ребята, от вас. Следующий мод это мод Wayne Miner Mod. Мод, который упрощает походы в шахту. И он очень сильно полезен для тех, кто немного ленив, не хочет засиживаться в шахтах кучу времени. И мод очень полезный для Pixelmon. Потому что многие люди кричат, когда я хожу в своих сезонах в шахты с модом Pixelmon, потому что там нету ни монстров, ничего, просто ходишь и копаешь, копаешь, копаешь ресурсы. А с этим модом пошёл, три раза вскопнул, забрал половину всех шахт, ресурсы с половины шахты и пошёл домой. Следующий мод это Hyros, или Xairos Minimap. К сожалению, на эту версию Pixelmon нету покерадара, и как по информации, то, что я нашёл, и покерадар, в принципе, даже создаваться дальше не будет. Потому что того сайта, где создатели этого мода делали покерадар, уже больше нету. Поэтому есть такая информация, что покерадара больше не будет. Но я не скажу, что это отличная замена этому моду. Ну, потому что, ну, тут не отображаются, какие покемоны есть на миникарте. Тут только отображается, кто есть. То есть, есть ли вообще кто-то на миникарте, как будто монстрики, знаете, показываются жёлтыми точечками, кто где находится. Не прям офигенная замена покерадару, но хотя бы ты будешь знать, сколько всё-таки покемонов вокруг тебя и где они точно находятся. А что это за покемоны, всё, что тебе нужно, это просто-напросто подлететь и посмотреть, что это за покемон. И, в принципе, всё, ребята. Мы сделали обзор модов, которые присутствуют у нас в этой сборочке. Что мы будем делать дальше? Дальше мы приступаем к самому обзору, как установить сборку вообще любого Майнкрафта. В каждой установке сборки есть 5 пунктов. Первый пункт это где найти сборку. Второй пункт это как скачать сборку. Третий пункт это как установить сборку. Четвёртый пункт это как запустить сборку. И пятый пункт это просто начни играть. И, в принципе, мы сейчас подробно всё рассмотрим, каждый пункт. Начинаем с первого пункта. Первый пункт это, как я уже сказал, где найти сборочку. Сборочка находится в описании. Всё, что вам нужно, это просто-напросто зайти в описание и посмотреть сборка. Сборка пиксельмон 6 сезона или просто-напросто сборка пиксельмон на какие-то там версии. Зависимо какая это версия модов и какая это версия Майнкрафта. Это простенький первый пункт, это где найти сборку пиксельмон. Второй пункт это как её скачать. Всё, что вам нужно, это просто-напросто перейти по этому сайту. Нажимаем. Вот мы, ребята, перешли. Вот тут у нас находится сборочка. Мы просто-напросто опускаемся вниз и нажимаем вот сюда. Скачать сборку. Нажимаем. Вот мы ещё раз сюда перешли. И как вы видите, у нас есть ссылочка на сборку пиксельмон. И всё, что вам нужно, это просто-напросто... Иногда вы можете просто скачать эту сборку, потому что тут вам может написать скачать. И вы просто-напросто скачиваете. Но иногда на вот этом сайте есть какое-то ограничение на скачку. Да, если много раз уже люди скачали этот файл за какое-то определённое время, то на этот файл накладывается какое-то ограничение, там, временное ограничение на его скачку. И всё, что вам нужно, чтобы скачать, решение очень простое. Создавайте любой аккаунт там с цифрами. Один, два, три, четыре, пять. Просто-напросто, который вам никогда больше не пригодится. Заходите, нажимаем на сохранить на Яндекс.Диск, нажимаем. Файл сохранился, и вот вам сразу же выскакивает вот это. А файл сохранился в папку загрузки. Нажимаем сюда. Вот, вот вас перекинуло сюда, нажимаем вот. И вот у вас будет вот тут скачать. Всё, что вам нужно, это просто-напросто сохранить его на Яндекс.Диск, нажать на него, и вот тут его скачать. Очень простое решение. Дальше. Вы скачали сборочку. Как же её установить? Вот, например, файл, который вы скачали. Вы его можете засунуть, я не знаю, куда вам угодно. Это тот файл, который скачивается. Он скачивается в архиве, в Винраре. Если у вас, например, открывается какой-то там, я не знаю, левый файл, белый файл, который никак не открывается. Просто-напросто вам нужно нажать открыть с помощью и выбрать архиватор Винраре или какой-то другой, который у вас там может присутствовать. Как же, третий пункт, как установить сборку. Нажимаем. Открывается сам архиватор. Ждём, пока вот эти все лицензионные строки пройдут. Вот, ждём, 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 ждём. И вот тут у нас сборочка. Как её установить, ребята? Вот вам на экране показана ссылочка, как её установить. Только в эту ссылку. Только вот сюда. Ссылку на самом компьютере, куда же нужно установить. Как туда зайти? Зайти туда очень просто. Нажимаем впуск. Сюда пишем процент апдата. Нажимаем. Заходим. Вот у вас зашло туда, куда нам нужно. Всё. Мы тут. И перетаскиваем саму сборочку в папку. Всё, что вам нужно, это просто-напросто взять и перетащить вот сюда. Ждём, пока это всё завершится. И вот наша сборочка уже находится в нужном нам месте. Четвёртый пункт, это как запустить сборку. Всё, что вам нужно, это зайти вот сюда, в саму сборку. И тут уже будет находиться лаунчер в самом низу. И тут я даже переименовал, чтобы было нормально, понятно написано. Нужно запустить это. Запускаем. Лаунчер запускается. И сейчас он уже запустится. Вот, всё. Замечательно. Лаунчер запустился. Как зайти в саму сборку? Это очень-очень-очень-очень просто. Тут у вас есть уже имя с намёком, какую версию нужно запускать. Вот видите, 1.8 Forge, цифры-цифры-цифры, и тут запускай это. Значит, ищем версии. Где же у нас есть что-то наподобие 1.8 Forge? Вот, даже выделено белым вот тут. Длинные-длинные-длинные всякие там цифры и буквы. Нажимаем. Всё. Сейчас. Как запустить сборку? Нажимаем просто-напросто запустить. И сборочка начинается... Начинает запускаться. Всё очень и очень и очень просто. Кто не помнит, это четвёртый пункт. Как запустить сборку. Сборка начинает запускаться. Она запускается немного долго, потому что тут установлен не только Forge, а установлен Light Loader. Это дополнение для Forge, с помощью которого работает сама мини-карта. Потому что на этих версиях Майнкрафта, на новых версиях, начиная с 1.8, мини-карты работают только с помощью этого мода. Я не знаю, может у вас как-то по-другому, но сколько я искал, я находил только вот это. Мини-карты работают с помощью мода Light Loader. Но он уже тут установлен, вам ничего делать не нужно. Просто ждёте, пока сама сборка запустится. Сборочка запустилась, тут нажимаем нет. Потому что каждый, каждый, каждый день практически выходит обновление для этой мини-карты. Вы, конечно, можете попытаться его скачать и установить себе обновлённую версию. Но если вам лень, просто-напросто нажимаем нет. Всё, наша сборочка запустилась. Нажимаем, создаём любой, какой вам только угодно мир. Вот. Вот, ребята, мир создался. Это ваш мир покемонов. Сборочка работает, вы можете начинать играть и, в принципе, делать всё, что вам тут угодно. И всё, ребята, вот я объяснил, как устанавливать мою сборочку. Да, и, в принципе, как вообще любые сборочки устанавливать, я уже много раз объяснял. И вот это, этот пример подходит, в принципе, для всех любых сборок. Но сейчас мы рассматриваем только одну, это сборку пиксельмона. Ну вот и всё, ребята. Я вам объяснил, как устанавливать сборку. Мы разобрали, какие моды у нас присутствуют в этой сборочке. Мы посмотрели 5 пунктов. Напомню, где найти, как скачать, как установить, как запустить. И просто играй в сборку. Это 5 пунктов, которые нужно пройти перед тем, как нормально начать играть на сборке. И, в принципе, вам нужно это просто-напросто запомнить. И вот эти пункты, в принципе, пригодятся для любых других сборках. Это не так уж и сложно это всё запомнить. Но вы уже будете знать, как это всё работает. Ребята, у кого крашится, вылетает, лагает, это не зависит от меня, это не зависит от этой сборки. Сборка рабочая, но не у всех одинаковые компьютеры. Может, у кого-то там другой Windows, другое оборудование, другие вообще компоненты самого компьютера. У кого-то может лагать, у кого-то слабенький компьютер, у кого-то ненастроенный компьютер. У каждого другие компьютеры, поэтому у кого-то может идти, потому что я в обновлённая, а у кого-то старая. Поэтому, ребята, много всяких вариантов, но это уже вам нужно искать самим в своих компьютерах. И находить решение проблем, почему же сборка лагает или не запускается. Я не могу это всё сделать, я не могу взять и настроить сборку для всех компьютеров в мире. Я настроил для моего и, в принципе, у кого похожие компьютеры, у кого нету никаких проблем с компьютерами. У того нормально эта сборочка запустится. А как я говорю, у других может быть какие-то другие компьютеры, поэтому у вас может что-то не работать, вылетать или ещё что-то. А это, ребята, уже не зависит от меня. Ну и, в принципе, если вы хотите, чтобы я дальше создавал бесплатные сборочки для своих подписчиков, чтобы вы просто-напросто могли зайти, скачать, посмотреть видео, как же её устанавливать, и без каких-то либо проблем с вопросами. Эдисон, где скачать? Как установить? Почему вылетает? Что делать? Куда пихать? Как это запихнуть? Как запустить? Без этих всех вопросов просто-напросто посмотреть это видео, где Эдисон объясняет, как это всё работает. Запустить, сделать и просто-напросто зайти в саму сборку, создать мир и шпилить сколько вам угодно. Ребята, я надеюсь, я вам помог. Если вы хотите, чтобы я чаще создавал сборки, больше объяснял, что это за сборки, какие-то моды, ребята, поставьте лайк, я буду рад каждому лайку. Если, например, набираем 700 лайков на этом видео, то я сразу же начинаю делать какую-то новенькую сборку. Какую сборку, тоже зависит от вас. Я буду делать в своей группе ВКонтакте опросы. Будет предложены какие-то 10 сборок, например. Какая сборка наберёт больше всего голосов, та сборка победит. И по той сборке я буду создавать обзор и, в принципе, саму сборку буду создавать опять для вас. Поэтому, ребята, ставьте лайки. Я буду очень сильно рад каждому лайку. Оставляйте свои комментарии, пожелания, вопросы. Вопросы по сборках. Какие следующие сборки будут? Какие сборки вы сами хотите? Если вы сейчас, например, имеете там какую-то сборку, не знаю, Таункрафт или Индастриал Крафт, пишите вот тут в комментариях. Я учту это пожелание и потом, может, создам даже вот эту сборку, которую вы просите. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые сборки. Я буду специально, бесплатно для вас их делать. Вы просто-напросто скачивайте и играйте на моих сборках, ребята. Да и просто, я рад каждому новому подписчику. На этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.